В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Река обмелела, вода в Сатисе практически исчезла из-за течи на городском гидроузле. Храм во имя святого праведного Иова Многострадального осветили в Сарове. В живописной истории прогулка по третиповке в Пушлинке прошла интерактивная программа. Далее расскажем обо всем подробно. Река обмелела на городском гидроузле на реке Сатис зафиксирована значительная течь воды, сообщает Департамент городского хозяйства. Результатом этого стало резкое снижение уровня реки в Верхнем Бьефе ниже нормального подпорного уровня в 119,8 метров по Балтийской системе. Для того, чтобы устранить проблему, подрядная организация, ответственная за содержание гидротехнического сооружения, уже приступила к работам по установке ремонтных затворов. Затем полностью отремонтирует ГТС. После завершения всех мероприятий уровень воды снова повысится до нормального подпорного уровня, сообщает администрация города. Храм во имя святого, праведного и ово-многострадального осветили в Сарове. Чин освящения провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 9 октября 2008 года владыка Георгий совершил закладку этого храма, а 28 июня 2013 года – чин его освящения. Тогда храм был небольшим – на 200 человек, а теперь он свободно вмещает 450 молящихся. В октябре 2008 года возле городского кладбища начали строить небольшой приходской храм в честь святого, праведного и ово-многострадального. Здесь саровчане провожали своих усопших близких в последний путь. В 2011 году здесь совершили первую божественную литургию. В храме начал формироваться приход. 28 июня 2013 года митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин великого освящения храма и ово-многострадального. Сейчас уже не верится, что этот храм был когда-то совсем маленьким. И вмещал небольшое количество прихожан. После расширения его территории сюда уже свободно помещается до 450 верующих. Теперь это самый большой приходской храм в Сарове. Он стал так заполняться, что негде было нестать и дышать. Поэтому было принято решение походаться в «Настоящее Пятые Льва» о заботе о расширении этого храма. И сегодня это самый большой приходской храм в городе Сарове. Так что наши храмы, слава Богу, наполняются верующими людьми, молодежью, детьми. Для нас это большая духовная радость и тишина. Чин великого освящения храма и ово-многострадального после расширения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Для верующих это двойной праздник. 28 июля, в День памяти святого равна апостольного князя Владимира, православный мир празднует День Крещения Руси. Не будем упускать возможности приходить в храм, духовно обновляться и расти не только телесным, но и главное – духовным. Помогать и показывать пример своим ближним, который может быть пока еще далеки от церкви. Храм готовили к освящению неравнодушные прихожане всего Саровского благочения. Красили заборы и бордюры, пропалывали газоны, косили траву, убирали строительный мусор, приводили в порядок помещения. За божественной литургией митрополиту Георгию сослужил митрополит Ставропольский и невинномысский Кирилл. Архиерей приехал на Нижегородскую землю на празднование памяти преподобного Серафима Саровского. В эти дни ему удалось послужить и в Сарове. Я этому чрезвычайно рад. Великолепный, огромный, красивый, прекрасный храм. Ну и, конечно же, безусловно, поскольку это Кладбищенский храм. Дай Бог, чтобы все, кого будут сюда заносить усопшие, о ком будут здесь молиться, и уже похороненных усопших. Чтобы Господь даровал всем небесное свое царство. В торжественной обстановке митрополит Георгий вручил церковные награды, медали и архиерейские грамоты тем, кто трудился для храма Иова Многострадального. Сервис «Росмолодежь. Гранты» запустил конкурс микрогрантов, в котором молодые люди от 14 до 35 лет могут получить до 100 тысяч рублей на свою инициативу в 18 номинациях. Рекомендованный срок реализации проектов – октябрь 2023-го, сентябрь 2024-го года. Бонус – упрощенная система отчетной документации. Заявку можно подать до 3 августа. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Программу долгосрочных сбережений запустят в России с 1 января. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Участие в программе будет добровольным, и для него будет нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фундом и перевести ему свои пенсионные накопления. Государство будет стимулировать участие в проекте со финансированием в период с 2024 по 2026 год. Также для участников программы предусмотрен налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей. 19 человек заболели корью в Нижегородской области с начала года. Сейчас под наблюдением находятся 5 очагов заболевания. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Как отмечается, 11 случаев инфицирования завозные. Специалисты Роспотребнадзора по каждому случаю организовывают полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе иммунизацию контактных лиц. Нижегородцам рекомендуют проверить свой прививочный статус по коре и по необходимости сделать вакцинацию. В Пушкинке прошла интерактивная программа «Живописные истории. Прогулка по Третьяковке». На ней ребята попробовали себя в роли музейных хранителей. Дети познакомились с самыми известными русскими картинами. «Богатыри», «Утро в сосновом лесу», «Московский дворик», «Опять двойка». Лето с пользой. Во время каникул в библиотеке Пушкина проходит множество детских познавательных мероприятий. Ребята читают вслух, занимаются творчеством, играют с библиотекарями, проходят квесты, а еще знакомятся с литературными и художественными шедеврами. Все лето до 1 сентября, каждый вторник, среду и четверг в 14.00 жители нашего города от мала до велика могут приходить на наши мероприятия. Ну а по четвергам в 14.00 одна из самых популярных у наших читателей программ – это творчество с книгой. Когда мы что-то читаем с ребятами и обязательно мастерим на эту тему. На мероприятии «Живописные истории» и «Прогулка по Третьяковке» ребята попробовали себя в роли музейных хранителей. Дети познакомились с самыми известными русскими картинами. «Богатыри», «Утро в сосновом лесу», «Московский дворик», «Опять двойка». Вместе с библиотекарами школьники обсуждали характер героев, придумывали продолжение сюжета произведения, заполняли паспорта. Автор картины – Василий Поленов. Название – «Московский дворик». Год написания – 1878, где находится Третьяковская галерея, город Москва. Во время прогулки по Третьяковской галереи ребята знакомились с профессией актера. Им предстояло войти в образ персонажей картины, передать их настроение. Ребята надолго запомнят, как они примеряли костюмы животных, репетировали сценку. Школьники погружаются в мир искусства гораздо лучше, если они участвуют в творческом процессе. Картина называлась «Опять двойка». Там воешник советский пришел домой с рюкзаком советским. И на него облокотилась собака радостная. А его сестра чуточку разозлилась, потому что она пионер, хорошо училась. А мама сидела на стуле и грустила. Прогулка по Третьяковской галереи завершилась выступлением всех команд. Хранители музеев оживили картины, постарались передать сюжет, изобразить эмоции героев. Пушкинка устроила детям настоящий творческий праздник. Информацию о мероприятиях и фотоотчеты всегда можно найти в сообществе библиотеки во ВКонтакте. Совсем скоро начнутся мастер-классы по написанию китайских иероглифов. Следите за новостями, чтобы летние каникулы для ваших детей прошли интересно и познавательно. Мероприятие без возрастных ограничений. Мы продолжаем рубрику «Ищу хозяина». Ее цель – помочь найти семью обитателям приюта Мурдом. В этот раз героями выпуска стали два кота – Василий и Дымок. Любопытный пушистик с очень грустным взглядом. Коту Василию пришлось пережить немало испытаний. В марте его нашли прохожий на протяжке в ужасном состоянии. Ведь клиники врачи определили, что у Василия острая задержка мочи. Ему было очень больно. И стабилизировали его состояние несколько часов. Там в Васе волонтер приюта Мурдом узнал своего подопечного, которого пристроил в семью четыре года назад. И вот спустя, получается, четыре года кот оказывается в таком состоянии на протяжке. Мы, естественно, пытались связаться с хозяйкой. И в какой-то момент она вышла на связь и рассказала, что они оставляли Васю на передержку, своей знакомой, пока уезжали в отпуск. И вот пока они были в отпуске, что-то случилось. И им сообщили, что котика не стало. Они, конечно, погоревали. Но что делать? Вот только внезапное воскрешение питомца у бывших хозяев особого энтузиазма не вызвало. В скором времени они заблокировали волонтеров. Так Василий снова попал в приют. Ему около пяти лет. Добрый и отзывчивый. Несмотря на все тяготы, он до сих пор тянется к людям. Он при этом не потерял доверие к людям. Он очень тянется. И мы очень хотим, чтобы он нашел свою семью, которая действительно его будет любить, которая будет соблюдать диету, которая будет его кормить тем кормом, который нужно. Это корм уринарий. И мы очень хотим, чтобы он как можно скорее оказался дома. Еще один питомец приюта особо остро переживал предательство людей. Дымку год. Сюда он попал совсем малышом, а потому семью ему нашли быстро. И все было хорошо, пока котенок не заболел. Появились проблемы с печенью. Цена за лечение хозяев не устроила, и они приняли решение вернуть его в приют. Настал самый тяжелый для него период – лечение и карантин, когда контакты с людьми минимальны. Как только человек просто заходил в карантин, первый, кто всегда сразу же, даже если спал, поднимал голову, это был дымок, он начинал плакать, он начинал очень жалобно мяукать, он очень хотел, чтобы его взяли на ручки. При том, что лечение у него действительно тоже было очень болезненное, неприятное, у него были капельницы. И вот всегда, как только я к нему подходила, или другие волонтеры брали на ручки, он тут же успокаивался, он начинал мурчать. И это всегда, на самом деле, его было очень жалко. Если вам понравился Василий или дымок, приходите в приют и познакомьтесь с этими позитивными ребятами. Подробную информацию можно узнать по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. В период летних каникул Центр внешкольной работы реализует ежегодный проект «Дворовая практика». Во дворах аниматоры играют с детьми, и проводят викторины, мастер-классы и спортивные мероприятия. На одной из площадок побывала наша съемочная группа. Собрать как можно больше макаронин, выдуть шарик из одного стаканчика в другой, попасть в цель бумажным самолетиком, собрать пирамиду. Эти и другие веселые конкурсы прошли на дворовой площадке «Молодежка» во улице Казамазова, 10. Ребята из клубов «Восход» и «Мечта» разделились на две команды. Участникам предстояло выполнить задание на ловкость, быстрее своих соперников. В итоге победила дружба, и все ребята получили сладкие подарки. Турнир «Не игры» прошел в рамках летнего проекта «Дворовая практика». Все было очень классно, понравилось то, что каждый поучаствовал, все смогли что-то поделать там, командами, научились более-менее слаженно работать. В общем, все очень круто. Валерия Забродина уже во второй раз воспользовалась такой возможностью, и с удовольствием организовывает летний досуг для ребятишек. «Общается больше с детьми. То есть, если ребенок хочет поиграть во что-то иное, то баскетбол, бамбинтон, уна, то аниматор его развлекает. И также общается, если что-то случилось, то он его спрашивает, у тебя что-то болит или нет, и может там оказать первую помощь». Во дворах каждый день проходят мастер-классы, турниры, викторины, игры и спортивные состязания. Все площадки работают с понедельника по пятницу с 15 до 19 часов. Расписание мероприятий можно посмотреть на информационных стендах дворовых площадок без возрастных ограничений. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах Канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.